В музее-заповеднике завершается выставка «Железо и мужество». Посвящена она 400-летию Дюлинского перемирия и героической обороне Троицы Сергиевой Лавры от польско-литовских захватчиков. К закрытию выставки сотрудники музея подготовили уникальный каталог. Выставка завтра уже закроется, мы вещи разберем, а каталог, как память о нем, он останется, и мы сможем листать его, изучать его. И здесь не только показаны, здесь не только тексты исследовательские, здесь еще и предметы, те вещи, которые мы здесь видели, и даже те, которых привезти мы сюда не смогли по объективным причинам. В выставке приняли участие как ведущие музеи страны, так и частные коллекционеры. Музеи Московского Кремля, Государственный исторический музей, Резница Троицы Сергиевой Лавры представили уникальные экспонаты, многие из которых выставлялись впервые. Экспонаты показывают здесь, как были вооружены русские ратники, вообще и в частности те, которые обороняли обитель преподобного Сергия от практически, можно сказать, превосходящих сил противника. Это и оборонительное оружие в виде кольчуг, это, по-моему, байдана, возможно, и наступательного оружия, огнестрельного оружия, затем сабли и так далее. За полтора месяца выставку посетили около 6 тысяч человек. Для сергиево-посадских школьников сотрудники музея устроили встречу с реставраторами, коллекционерами и искусствоведами. Ребята смогли задать вопросы специалистам и узнать профессиональные секреты музейщиков. Часть из представленных экспонатов можно будет увидеть вновь в 2020 году, когда музей-заповедник будет отмечать 100-летие. Екатерина Фурсова, Кирилл Емельянов, программа «События». То есть мы знаем все, что есть.